Привет ребята, с вами как всегда Дапчик и сегодня мы с вами поговорим о ММРе. Если вы следите за новостями доты, то вероятнее всего вы знаете, что такое рекалибровка и вероятнее всего в феврале она нас ожидает, вместе с выходом нового героя под названием Марс. Сегодня я попытаюсь вам рассказать о моих успехах за две недели проделанной мной работы. Я нашел более-менее оптимальный вариант буста как раз таки и выноса максимально возможного ММР с калибровки, либо рекалибровки. Поехали! Для начала я приобрел аккаунты, которые обошлись мне в 250 рублей за аккаунт, аккаунты полностью готовые к калибровке, на них отыграно 100 игр, вы просто прикрепляете номер и идете играть. Первых два аккаунта у меня были как тестовыми, первый аккаунт как только я его приобрел, 100 игр сразу же взял, прикрепил номер и сразу же пошел играть. Я взял роль саппорта без дота плюса, без чего-либо, без скилл брекета и пошел сразу играть в ММР. Все, что я смог вынести с этого аккаунта это 2 950 там с копейками было и то, что я понял, даже у меня все игры были выиграны, где-то даже когда зашкавило, то что саппортов на калибровке брать ребята вообще не стоит. Если вы только будете максимально саппортить, так как все-таки фэнтези очки, как я понимаю, засчитываются за варды и за разбитые варды, это на самом-то деле очень важно. На саппорте можно откалиброваться, если у вас совсем все плохо с игрой и вы уверены, что вы не выедините на роли кора либо мидера. Второй аккаунт также не имел какого-либо скилл брекета и второй аккаунт я решил проверить на зависимость от кда, есть ли в этом смысл. Я посадил себя на кор роли, отыграл все игры и понял, что действительно от этого зависимость есть. Я получил рейтинг в районе 300 и в принципе был немножечко даже удивлен. Я понял зависимость, если вас кидает первая игру весьма к высоким ММРам, то значит дальше вас будет немножечко понижать, понижать, понижать. Если вы делаете позитивный кда и делаете все правильно, вас держит примерно на том же рейтинге. Если вы сделали что-то плохо, отыграли плохо, вас будет кидать гораздо ниже. И чтобы вернуться на ту плашку, нужно сделать что-то невероятное и отыграть очень неплохо следующие игры. Сейчас же я плавно переключусь на тему дота плюсы и поговорим о ней. Это на самом-то деле очень важная часть калибровки и без нее на самом-то деле никуда. Если вы хотите без вложения откалиброваться, полностью сделать нулевый аккаунт, сами отыграть игры, не покупать нигде аккаунты, не покупать дота плюсы, то спешу вас огорчить. Вы не откалибруетесь выше 300-500 ММР, никак. Это потолок в доте, даже если вы играете идеально, 10 из 10 игр вы выиграете, вы не получите выше 300-500 ММР. Третий финальный тестовый аккаунт мне дал на самом-то деле очень много информации. До него я приобрел дота плюс и сразу с первой игры меня закинуло весьма высоким рангом, при том, что у меня был обычный скилл брекет, не ВХС. Все игры на этом аккаунте были сыграны на роли поддержки, в ролевом рейтинге и то, что я понял, на самом-то деле не зависит, сколько вы победили и сколько вы выиграли. Возможно, некая зависимость от этого есть, но при том, что я проиграл 5 игр и 5 из них выиграл, я максимально саппортил, я максимально вардил, но у меня везде был отрицательный кдаф. Просто хреновый, но для саппорта. И я понял, что я вынес 4000 рейтинга на саппорте с хреновым кдаф, но при этом я активно вардил и активно разбивал варды. То есть, если вы хотите откалиброваться на саппорте, вы можете откалиброваться даже в 4500, я в этом уверен. Но вам стоит играть с положительным кдаф и вы должны очень-очень активно вардить и разбивать варды, потому что это тоже играет важную роль в получении рейтинга. 4 аккаунт был закрепляющим. На него я приобрел подписку Dota Plus и сразу же пошел играть в паблики. Почему же я пошел играть в паблики? Все для того, чтобы как раз-таки набить свой скилл брекет. Что такое скилл брекет? Это приоритет подбора игроков. Можно сказать, свой рейтинг в обычных паблик матчах. Есть всего лишь 3 вида, 3 разновидности скилл брекета. Это Normal, High Skill и Very High Skill. Естественно, от нижнего к большему. Чтобы понять, какой у вас скилл брекет, для этого вам потребуется Dota Buff. Вы просто копируете свои цифры с вашего профиля, вставляете в Dota Buff, заходите в свой профиль и смотрите последние матчи. Под матчами написано, в каком скилл брекете вы играли. Если у вас там Very High Skill, то в принципе вы можете идти играть по ММР. Также на этом аккаунте я совершил, наверное, строчайшую ошибку, но впоследствии, которая мне принесла на самом-то деле больше, я откалибровался на скилл брекет Very High Skill в паблике. Первую игру, как только ее получил, я сразу же полетел в ММР. Не нужно так делать, ребята. Very High Skill нужно закрепить 3 или 4 игры. Строго вы должны сделать Very High Skill и только после этого идти играть в ММР. Почему? Потому что как только я сделал первую игру, я пошел играть в ММР и прямо первые 2 игры у меня были High Skill Bracket. То есть я только после этого понял, когда проиграл все 10 игр, все игры сыграл, я получил 4200 рейта на этом аккаунте, но я мог получить гораздо больше, если бы у меня был закрепленный VHS. И последний, пятый, финальный аккаунт я закончил вчера прямиком на стриме. Стримил я 8 часов, взял я аккаунт, приобрел на него Dota Plus и пошел закреплять скилл брекет. После того, как я закрепил скилл брекет в 5 Very High Skill игр, то есть у меня сходу были 5 Very High Skillов, я сразу же пошел в ролевой подбор на роль мидера. И первую игру меня сразу же закинуло к титанам. Ребята, это очень важный знак. По первой игре решается очень много. Если вас закинуло сразу же к хорошему рейтингу, значит вы на верном пути. Главное не проигрывайте и главное просто отыгрывайте свою роль. Максимально вносите QDA, делайте, вардите, разбивайте варды. Это очень важно. Старайтесь не умирать и за сентри, напомню, ребят, не дают фэнтези очков. Если вы ставите сентри и разбиваете вард, за разбитый вард дают. Но за то, что вы просто натыкаете сентри, за это попросту ничего не будет. Это очень важный момент. Ну и в конце мы подытожим. Для того, чтобы вынести максимально возможный рейтинг с калибровки, первое, это нужно иметь Dota Plus. Без нее никуда, ибо вы попросту упретесь в потолок в 3 500 ммр. Второе, обязательно иметь скилл брейкет ВХС. Без него вас попросту закинет каким-то бичам на лоу ММР. Третье, обязательно иметь позитивный QDA. Очень это важно. Делайте больше киллов, меньше смертей, меньше умирайте. Можете даже стерить, это в принципе сейчас приветствуется. Четвертое, обязательно вардите. Покупайте обсе варды, даже если вы миндер. Если у вас не хватает денег, просите вашего саппорта отдавать варды и попросить их ставить. Даже можете попросить под предлогом того, что вы калибруетесь и варды в принципе вам важны. Пятое, заключительное, то что я хочу сказать. Если вы играете с какими-то вспомогательными программами, с читами, софтами, не бойтесь сообщить об этом вашей команде, ребята. Это не страшно. Даже если залетят репорты, вас попросту ничего вам не сделает. Репорты на это не направлены. Вас могут попросту замутить и все. В остальном, если вы видите разгоны бары, санстрайки, телепорты, сообщайте об этом. Я отыграл все свои игры с аккаунтом, с рисовалками, со стрелками. Многие, конечно, не понимали, что это я им рассказывал. И они такие, о, прикольно. И продолжали со мной играть. Вот, кстати, те ребята, которые забирают три приватки. Для участия в конкурсе на приватку стоит просто подписаться на меня, поставить лайк этому видео и оставить любой комментарий с вашей ссылкой в контакте. С вами, как всегда, был Дапчик. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok